Народ, всем привет! Вы на канале Поиск Монет и Кладов. Ну что, сегодня у меня очередной выезд на поиск монет с металлоскателем. Погода, как вы видите, позволяет до сих пор еще ездить на поиск монет снега. У нас еще особо нету. Земля хоть и простыла, но немножко. Где-то сантиметра, может, 2-3, а в лесу, где кусты, там вообще она не промерзла. Приехал сегодня на место, где в 19 веке стояла мельница здесь возле меня. Здесь она как раз располагалась. Об этом месте я узнал из очерков историка Новоселова, который бывал в здешних местах. И описывал здесь самые крупные объекты какие-то, на которых он был. В частности, он описывал мельницу. Сегодня я приехал на это место. Нашел на карте его это расположение. То есть, здесь несложно локализировать это место. Оно очень здесь понятно. И можно здесь слегка все это локализировать. Сегодня наша цель походить здесь по месту, где стояла мельница сама. И второй целью непосредственно нашей является это попробовать пошурфить еще. Так как здесь в округе по полю ходить, если то земля, все равно надо ее немного долбить. А в лесу она не замерзла. И там сегодня пошурфим. Посмотрим, что же нам удастся найти на фундаментах. Ну и, друзья, все, что найдем, вам покажем, Куб. Давайте приступим. Приглашаю вас со мной сегодня погрузиться в атмосферу старинных времен. Приступаем. Давайте обозначу место, где мы сегодня копаем. На этом месте располагалась мельница в 19 веке. По карте я сюда приехал довольно-таки быстро. Совпадение с современной было почти 100%. Точка чуть-чуть у меня вон там подальше она стояла, правда, когда совместил две карты, старую и новую. На этом месте по признакам, по первому, уже можно сделать вывод, что здесь что-то было. Доски какие-то вбитые в дерево, не знаю. Но это хотя уже в более современное время было сделано. То есть вот место локализировать даже не так сложно по внешним признакам, которые здесь на ландшафте видны. Смотрите, вот тут располагалась мельница. Здесь, скорее всего, дом стоял какой-то, потому что вот здесь фундамент видно. Вот тут дальше. Получается, а здесь вот такая небольшая заводь, где как раз вода была сейчас, считайте, уже за 100 лет, река уже и русло поменяла, и обмелела совсем. Вон там она на фоне протекает, там даже боберон сгрыз дерево. То есть вот здесь она стояла со 100% вероятностью, потому что я здесь по первым признакам даже определил, что здесь вот они, бревна даже. Вот они. До сих пор это все сохранилось. Сегодня вот это место как раз я хочу пошурфить. Вот здесь, где стоял дом. То есть вот такой у нас план действий на сегодня изучить полностью это место. Так, первым делом сейчас я полностью расчищу, постараюсь этот участок, чтобы начать здесь закладывать шурф уже, где стоял дом. Потому что здесь самое много сигналов получается металлических. И здесь точно он располагался. Место, где стоял дом, здесь получается все в корнях. Не знаю, как сейчас буду копать. Лопатой перерубать, скорее всего, корни будем, чтобы не мешалось нам ничего. Очень много камней встречается, то есть точно домик здесь располагался. Итак, у нас первая цветная цель на этом шурфу. Сигнал 79,83. Где-то здесь. Здесь все в корнях, блин, копать неудобно маленько. Железа много, видимо. Слепнет металлоискатель. Ну, сейчас попробуем откопать. Выкопал. В руке где-то. Где-то в руке. А, вот что это. Вот что это. Это у нас пуговица старинная. Смотрите. Видимо от шинели или от шубы какой-нибудь. Мельник потерял на мельнице на своей. Смотрите. Пуговица оказалась надписью, смотрите, с задней стороны, возле ушка надписи и звездочки. А, так это у нас снова фирма братьев Бух, которые производили пуговицы. Она находилась, по-моему, в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь. То есть завод-изготовитель в Санкт-Петербурге находился. Это фирма братьев Бух. Вот такая вот находка здесь у нас на мельнице. Ну, здесь вот я расположился. Здесь у меня лагерь. И я копаю манитосы. Откинул очередной пласт земли. Решил углубиться чуть поглубже. И у меня была очередная находка. Сигнал... Сигнал 45. Давайте будем смотреть. Хорошо хоть... О! Все цветные сигналы надо отсюда забирать. Так. Блин, думал, керамика. Итак, что у нас здесь? Ну и где сигнал-то наш? А, смотрите, это монетка. Очередная монетка. Сейчас покажу. Так, монетка у нас, судя по всему... Так. О, так это у нас СССР. СССР. 15 копеек. 61-й год. Интересно. Вроде место такое старое. Откуда здесь советские монеты-то? Как думаете, дорогие друзья? Мне кажется, просто здесь в советское время здесь тоже деятельность какая-то была. И поля здесь обрабатывали тоже работали. Хлеб садили. Ну и вот деньги теряли, возможно. Берем. Продолжаем дальше шуфить. Так, прибор надо... Наверное, отключу пока что прибор. Здесь, кстати, слышно лай собак. Скорее всего, где-то охотники ходят. Потому что, в принципе, здесь деревень. Рядом здесь 8 километров до деревни. С каждым днём зима всё ближе и ближе. Скоро металлоискатель, как говорится, положим на полочку. Ну, а мы ходим до сих пор. Ещё монеты собираем. И заложил шурф. Здесь в углу копаю, возле фундамента. И получается уже, наверное, вторая находка. Или третья уже сбился со счёта. И вот такая вот круглая штука лежит. Не знаю, может пуговицы опять уже. Три штуки пуговицы нашёл. Нет, монета на этот раз. Монета. Ну, смотрите, насколько она сильно окисленная. Это ужас. Осенняя монета. На шурфу у нас под катушкой металлоискателя оказалась. У меня уже язык заплетается на морозе, блин. Одна вторая копейки. 1899 год. Санкт-Петербургский монетный двор. На улице у нас прохладно. Язык заплетается даже. Вот она тоже очень сильно окисленная. Но, тем не менее, монета. Такая вот находка. Берём, продолжаем дальше. Копаю сегодня место, где стояла мельница в 19 веке. Заложил шурф. Ну и также, между делом, когда отдыхаю здесь в округе хожу, сейчас накидал здесь земли. И у меня был сигнал, хороший сигнал, цветной. 42, 53. 42, вот так прыгает сигнал. Разный. Ну точно, цветной. Давайте посмотрим. Хочу, кстати, сейчас походить, жернов поискать. Где-то же камни должны быть, огромные, вот эти круглые, между которых зерно дробилось. То есть надо походить сейчас. Может быть, если кто-то не увёз, то, возможно, они где-то здесь лежат. Надо будет сейчас походить, посмотреть. Что-то здесь у нас, друзья, что-то здесь. Нету. Тоже нету. Что, упало, что ли? Фу ты, зараза. Так, в руке опять. Ну и что? Где? Где, где, где? Это в руке, что-то мелкое. А! Вот что это у нас было. Это цветная цель. У нас опять пуговица оказалась. Маленькая-маленькая, смотрите. Она, блин, с ноготь. Пуговка такая. Она вся окисленная, смотрите, очень сильно. Это, скорее всего, была пуговка-гирька. Да, вот она, видите, навоз этот весь спрессовался. Пуговка-гирька, но ушко отломилось, скорее всего. Вот она история, можно сказать, друзья. Весь этот налет говорит о том, что она здесь лежит уже 150 лет и ждет, пока ее найдут. Ладно, берем тоже часть истории. Рекомендую проверенный интернет-магазин Antiquart 32. Магазин на рынке более 10 лет и является одним из крупнейших магазинов поисковой техники в России и СНГ. Магазин с огромным выбором поисковой техники, начиная от детских, заканчивая профессиональными металлоискателями. Товары известных брендов по выгодно низкой цене. Garrett, AK, XP, Fisher и многие другие. Интернет-магазин предоставляет широкий спектр катушек, запчастей, аксессуаров для поисковой техники любого производителя. Кроме того, в магазине действует система Trade-In. У вас есть возможность обменять свой старый металлоискатель на новый. А при заказе введите промокод поиск монет и кладов и получите гарантированную скидку или подарок. Если ты хочешь приобрести качественный проверенный металлоискатель, то тебе в магазин Antiquart 32 и ни один клад от тебя не ускользнет. Фух, шурф. Очень трудозатратное занятие. Прокопал я еще, наверное, метра два здесь. В глубину прокопал, штыка три. И сигналов не особо много. Может, я не тот угол выбрал. Так, ну вот, нашел сейчас только что такую алюминиевую штуку. Пока сигналов более ценных нету. Две монетки нашел. Проволоки, две пуговицы и вот эта вот алюминиевая непонятная штука. Завершил я на сегодня свой шуруф. Трудозатратное это занятие. Сейчас приступаю к другому виду поиска. Просто здесь похожу по территории, где стояла мельница. Здесь, смотрите, видно косогоры. Вот они. Тоже, видимо, какие-то постройки стояли. Туда дальше заводь, где непосредственно работали люди на мельнице. Здесь тоже огромная территория. То есть, вот что мне удалось обнаружить здесь на фундаменте, когда заложил свой шуруф. Не так много находок, но все равно они есть. Две пуговицы нашел. Пуговица гирька. Надпись на одной из них БУХ. Проволока обычная. Монета Николая II. Советская монета СССР. Ну и алюминий. Куда без него. Здесь еще вот такие вот поля. Тоже еще можно ходить, не переходить. Ну и здесь прилегающая территория. Тоже очень большая, где можно ходить спокойно, искать монеты. Ну а сейчас по полю будем ходить, изучать, что было потеряно. Нашел очень хороший отчетливый сигнал здесь на поле. Метров, наверное, может быть 30 до самой мельницы. И у меня сигнал плюс 46. Не знаю, как я сейчас тут долбить землю буду. Она здесь просто бетон. Здесь сантиметров, наверное, 5 я проверил. Сантиметров 5 бетонная земля. Сейчас будем обкапывать полностью. А потом уже извлекать. Ну, в принципе, даже меньше 5 сантиметров промерзла. В принципе, нормально. Верхний слой. О, можно копать вообще смело. Ну и где сигнал наш? О, здесь, кстати, смотрите, стекло прям в камнях. Вот оно, вкрапление. Ну, стекло старое, а советское видно. То есть, место хорошее. Давайте продолжим сейчас там. Сигнал где-то здесь. Ну и где? Вот она! Друзья, вот она. Из камня выпала. Сейчас я вам покажу. Камень-то я разломил. Она, оказывается, была сверху. А я копал поглубже. Так, сейчас я камеру вот так сделаю. Вон она, красавица, лежит. Так. О, это, слушайте, крупняк немножко. Покрупнее. И она, кстати, сверху лежала-то, походу. Потому что... Потому что она... Так, что это у нас? У нее краешек сухой один. Давайте на свет сделаем. Монетка крупненькая, слушайте. Что у нас тут такое? Это пятак масонский. Есть пятак масонский. Вот это поле, так поле. А я там физический труд использую. Шурф закладываю, блин. А здесь на поле можно ходить. Нормально, пятачок. Сейчас я помою поближе его. Лучше покажу. Вы посмотрите, какая монета у нас, друзья, была под катушкой. Это пятак масонский. Масонский пятак 1833 года вроде бы. 1833 год. Сузунский монетный двор. Вы посмотрите, какая здоровая монета. Конечно, это не сибирский десятик. Но все равно очень приятно. Крупная монета, смотрите, два пальца. Вот это удача, так удача здесь у нас на поле. А я говорю, хожу там возле мельницы, там шурфли, что-то там. Ну, кстати, здесь немножко окисленности. Ничего, я это тоже почищу электролизом. И будет нормально. Берем, друзья. Отличная находка. Такой сигнал копать точно надо. О, блин. Ну, земля хоть и промерзла, но не сильно. Главное, чтобы лопату не сломать. Верхний слой пластами откапывается. О, сейчас мы и проверим. Верховой сигнал какой-то был. Так, куда сигнал делся? О, где-то здесь. О, где-то в этом комке, друзья. В этом комке. Так, где-то здесь. Ну, а где есть-то, блин. А, вот она, смотрите. Монета. Монета, друзья, смотрите, монета. Холодно на улице. Смотрите, какая зелень. Зелененькая такая. Слушайте, она не одна. А она не одна, смотрите, слившиеся две. Потеряшки, видимо. Вот это да. Так, что у нас тут за номинальчик. Может, слушайте, она не одна была. Смотрите, еще здесь зеленая. Как будто они все вместе лежали. Сейчас я ее попробую очистить. В общем, оказались, это две монеты, слипшиеся, смотрите. При том, что они зеленые. И сейчас мы будем там еще прозванивать все металлоискателем. Это Николай Первый монеты, две штуки. У нас первая, это одна вторая копейки серебром. А это поменьше номиналом, одна четвертая, скорее всего, серебром. Вот это да. Но я сейчас, друзья, принял решение их не вскрывать, потому что я могу только хуже сделать. Это надо дома аккуратно сначала отмочить. А сейчас я могу полностью рельеф с той стороны испортить. Может быть, редкий год какой-нибудь, поэтому я рисковать не буду. Дома почищу, потом покажу фотографии по отдельности, прикреплю. Вот это да. Так, давайте, что делать-то будем сейчас? Будем сейчас прозванивать здесь все. Потому что если две слипшиеся, где две, там и три могут быть. Какие-то всплески. Можешь шурфануть здесь. Есть рядом еще, друзья, 46 сигналов. Так, эту монетку мы в карман уберем. Так, где он там, сигнал-то будет? Да, земля берется, но не сильно. Что-то... Ну да, сигнал делать-то. Есть, друзья, выкопал. Выкопал. Так, что вам там видно, нет? Вот так сделаем. Есть, в руке, друзья. Может, это вспашка, блин? Ну и... Сигнал хороший, тоже высокий. А, блин, не монета. Облом, товарищи, облом. Это у нас конская упряжь. Элемент конской упряжи. Смотрите. Маленькая такая штучка. Ах, да, блин, жалко. А я думал, монета еще одна. Сейчас там еще надо прозвонить. Вот такая штука. Так, давайте. Вот, ну выкопал я их рядышком. Здесь, вон там и там. Сейчас ямы надо закопать, а то многие пишут, ямы не закапываешь. Ямы закопал. Потом в комментариях, блин, пишут там. Понабегут всякие левые чуваки. Ты не закапываешь, Кока-Ко. Какой-то всплеск есть, но тишина. Ладно, буду сигнал, да, включусь дальше. Блин, сигнал вот в этом комке сверху опять. Я не знаю, как я его здесь найду. С тыла земля. Но придется вот так делать. Раскалывать ее всю. Об лопату бить, что ли. Потому что я не могу ее разбить. Так, где-то здесь. Так. Здесь. Хо-хо. Нашел. Нашел. Монета. Смотрите, какое место посадочное. Сейчас я вам покажу. Вот такая у нас монета, друзья. Посмотрите, какое от нее посадочное место осталось здесь, в земле. Две копейки СССР оказались. Вот такое вот местечко у нее было. Тоже история. И была монета 2 копейки 1980 год. Вот такой у нее сохранчик. Берем. Неплохо сегодня я на поле поискал монеты. Хух. Устал уже копать. Солнце у нас уже садится. Практически. Ну, а у нас была очередная находка, друзья. Вечерняя. Ноябрьская, можно сказать. Смотрите, какая красота у нас в земле. Копейка советская. 1971 год. А самое, что интересно, смотрите. Оп. А здесь история у нас снова отпечаталась в земле. Копеечка. Хоть и простая монетка, но я думаю, такая маленькая заслуживает лайка. Мой поиск монет продолжается. У нас хоть и вечереет, но все равно сигналы у нас есть. Хожу здесь по территории, где стояла мельница в 19 веке. Именно здесь Новоселов описывал, что стояло несколько построек. Сама мельница была небольшая. Здесь обслуживало две деревни. Да, при каждой деревне стояли мельницы. Наверное, многие знают. Многие копали, наверное. Ну, и ухожу здесь по полю. И у нас была очередная находка, друзья. Думал сначала проволока. Сигнал был такой, знаете, нестандартный. Разломил кусок еще и сверху. Я его еле как нашел. Вот такой вот камушек у нас был. А из него, смотрите, из замерзшей земли монета торчит. Я ее, скорее всего, погнул. Может быть, она при жизни была гнутая. Вот такая вот из земли торчит земля. Ох, что-то у меня сигнализация сработала. Ну-ка я схожу, посмотрю. Ложная тревога была. Сигнализация не знает, что сработало. Может быть, на горочке стоит. Может, ручник. Дернулся, покатилась машина немножко. И сработала сигналка. Так, куда наша находка-то делась? Я ушел. А вот она. Так и не досмотрел. Вот она наша находка. Давайте ее вытащим сейчас из комочка. И посмотрим, что же тут таится у нас. Земля с тыла, блин, чтобы монету не сломать. Ох, зараза, не вытаскивается. Ох. Смотрите. История. История в земле осталась. Там слепок. Ну, а здесь вот такая вот монета. СССР монета у нас уже видно. Так. И что это у нас такое? Это копейка у нас. 1949 год. Маленько погнулась. Может быть, я ее, кстати, погнул, когда лопатой копал. Земля все-таки стыла. При ударе вот согнулась. Отлично. Берем. Классная находка. Ну, а на этом, дорогие друзья, мне остается с вами попрощаться. Спасибо, что посмотрели данный выпуск. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. До новых встреч на канале Поиск Монет и Кладов.